Привет, друзья, на связи Самбат Алиханян, я эксперт в сфере защиты бизнеса и сегодня у меня для вас классный ролик «Как заставить приставов работать?» Итак, кому будет полезен этот выпуск? Первое – это тем людям, которые хотят добиться исполнения решения суда. Второе – это тем людям, которые хотят уклониться от исполнения решения суда. Как бы смешно это ни звучало. Как показывает практика, наличие решения суда о взыскании той или иной задолженности не является гарантией его исполнения и взыскания долгов, которые существуют. Как правило, мы сталкиваемся со сложностями, связанными с работой Федеральной службы судебных приставов. И любой человек, который когда-либо касался этой службы, понимает, о чем я говорю. Итак, представим ситуацию. Есть решение суда, его должны исполнить, к примеру, решение суда о взыскании миллиона рублей. Что необходимо делать, чтобы заставить судебных приставов работать? Первый шаг, который необходимо сделать – это подать исполнительный лист в Федеральную службу судебных приставов. Есть здесь нюанс. Необходимо подготовить заявление по специально установленной форме. Это заявление можно скачать на сайте Федеральной службы судебных приставов, приложить к нему оригинал исполнительного листа, который мы получили предварительно в суде, и передать Федеральную службу судебных приставов. Туда это можно передать либо письмом, либо принести вручную и вручить в канцелярии Федеральной службы судебных приставов. После этого начинается процедура исполнительного производства. Как она происходит? Судебный пристав обязан возбудить исполнительное производство. Это процесс принудительного исполнения решения суда. После возбуждения исполнительного производства он предлагает должнику в пятидневный срок добровольно исполнить решение суда. В данном случае он предлагает должнику оплатить добровольно 1 миллион рублей. далее если должник не действует не исполнять свою обязанность что должен делать пристав он должен отправить запросы в банке отправить запросы во все госорганы в гаи в россреестр запросы с просьбой предоставить информацию об имуществе должника либо о банковских счетах должника которые существуют если приходят запросы и в этих запросах есть информация о наличии имущества Либо он наличие денежных средств, на имущество налагается арест, на денежные средства налагается взыскание. То есть принудительно списываются в счет погашения долга. Если все эти действия не помогли, то он обязан выехать к должнику по месту его жительства, которое указывается в исполнительном листе, и проверить, находится ли он там, предложить ему погасить долг добровольно и посмотреть наличие имущества. Ведь есть куча имущества у человека, которые никак не регистрируются. К примеру, это телевизор, холодильник, компьютер и другое имущество, которое может быть ценным. После завершения всех этих действий судебный пристав, можно сказать, отработал и выполнил все, что необходимо для того, чтобы взыскать долг. Но если имущество он не нашел, он обязан в соответствии с законом искать имущество до момента погашения долга. Существуют различные еще меры, которые может принять судебный пристав. Например, это установление ограничения на выезд из страны должника. Выносится постановление, которым судебный пристав сообщает органам государственной власти, которые охраняют границу, о запрете выезда конкретного человека из страны. И все, он приезжает в аэропорт, либо пытается на автомобиле пересечь границу, а ему запрещают это делать, предложив погасить существующий долг. Судебный пристав в соответствии с законом обязан завершить все процедуры, связанные со взысканием долга, за 2 месяца. Как происходит на практике? Судебные приставы получают исполнительный лист и после этого, ввиду своей загруженности, особо ничего не делают. Или максимум отправляют запросы и особо не действуют. И в этом случае существуют инструменты, которые позволяют заставить их работать. Заставить их работать – это требовать выполнять все эти действия. Каким образом нужно требовать? Мы имеем право, как сторона исполнительного производства, написать судебному приставу письмо, либо в адрес руководства Федеральной службы судебных приставов, либо на имя самого пристава, с просьбой сообщить нам, какие же действия он принял в соответствии с законом, для того, чтобы взыскать наш долг. И, конечно же, судебный пристав, если даже ничего не делал, увидев такое письмо, начинает действовать. В случае, если мы понимаем, что он нарушает закон и не выполняет все эти действия, мы просим руководство Федеральной службы судебных приставов привлечь его к ответственности. Если далее ничего не происходит, следующее действие – это обращение в органы прокуратуры, которые надзирают за Федеральной службой судебных приставов. И мы просим прокурора проверить законность действия пристава, либо даже законность бездействия пристава. И можем привлечь его к дисциплинарной ответственности за неисполнение требований действующего законодательства. Когда все эти инструменты применяются в комплексе, судебные приставы, конечно, начинают работать. Еще один метод. Он действует с точки зрения человеческой и с точки зрения просто субъективной. В ни в одном законе он не описан. Это запись на прием к судебному приставу и беседа с ним на тему взыскания долга. Это тоже очень рабочий инструмент, который помогает нам в своей практике ускорять процесс взыскания долгов. Все эти методы очень простые и понятные. Друзья, это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас возникают вопросы по работе с судебными приставами, обращайтесь к нам. Специалисты моей компании всегда окажут вам квалифицированную юридическую помощь. Ссылку на мой сайт и социальные сети вы можете найти в описании к этому ролику. Всем пока. С вами был Самбат Алиханян.